Здравствуйте. Вчера я вышла ваше слушание. Ну что же вы слушаете? Я живу слушаю. Я вас помню. Вижу, как вы меняетесь лучше. Не обижайтесь на них. Не обижайтесь на них. Что это? Почему так? Судьба, судьба. Судьба. Понять, что это судьба. Не муж, а судьба. Я понимаю. Когда я ваше слушание, когда что-то у меня было не так, я хожу, разговариваю лекции с вами, задаю вам вопросы на каких-то лекциях. И у меня всегда один ответ. Мамиться надо. Я говорю, нет, сейчас в Риге подсказали, сейчас всегда один был, а теперь два. Они говорят, да что спрашивать надо, молиться и бегать. Человек из дверзала сказал, да что спрашивать, молиться и бегать надо, что спрашивать. Мне так понравилось? Вот наставник моего наставника, он прожил долгую жизнь. И самое главное, что он делал в своей жизни, это молитва. Он молился очень серьезно. И он по утрам очень быстро ходил. И вот эта ходьба по утрам, она продлила ему жизнь. Моя хорошая, вот смотрите, вы уже приняли свою мужесть сейчас. Уже его простили. Вам нужно было только подтверждение от меня и все. То же самое, точно так же. Вспомните просто этот разговор и поймите, что всегда во всех ситуациях жизни, во всем, человек должен прийти просто к принятию. Никогда не доверяйте тому, что он не изменится, он виноват. Вот эта информация, это просто зло судьбы. Оно всегда нас наводит на эту идею. Всегда знайте, что я также впадаю в эти состояния. По отношению к своим близким, жене и так далее. Я тоже впадаю, но я когда себя осознавать начинаю, когда проходит вот этот вот удар судьбы, я сразу извиняюсь потом. Вы точно так же сделаете. Придите, извините, скажите, как бы все нормально, я все поняла. Хотя вы ничего не поняли. А что я поняла? А что вы меня поняли? Вы должны понять, что надо просто извиниться, потому что вы вышли из равновесия. Вы не приняли судьбу. А как я должна ее была принять? Да он не должен ей принять. Все, как? Целый день вот отпуск. Я не принял это самое. Я честно пыталась принять ее целый день. Ну, очень просто. Все люди на этой земле, все, вот, мои хорошие. Вот все люди на этой земле до одного шибанутые. У каждого свой заскоп, понимаете? А вы никак не можете это понять, что у вас муж не исключение. Я понимаю. Ну, как бы не тот и не тот, хорошо. Ну, не тот, значит не тот. Согласитесь. Если собака гавкает, вы же не рвете тельняшки, как бы. Она не понимает. Я по-моему говорю, хорошо. Не ездите тем темпом. Вы не приехали с тебя. Сейчас вы едите с нас только, чтобы приехать и упасть. И все, не трогать нас. Все. Молодец. Все сказал ему. Дала по мозгам. Дала по мозгам. Ну, он никуда не поехал. Так ему и надо. Все. Все хорошо. Отомстил? Все. Ну, и вот вы отомстили же ему, он недоволен. Все, отлично. Вы достигли своего результата. Что? Нет, я не достигла своего результата. Если вы не достигли, если вы какие-то другого результата, тогда просто согласитесь. Да, темп не тот. Никуда не поехал. Хорошо. Принимает и принимает судьбу. Есть два варианта. Или вы мстите и как бы достигли цели. Все. Я хотел отомстить. Ну, все. Достигла цель. Все. Он злится. Ну, пусть злится. Нормально. Я же отомстил. Вот. Будьте последовательными всегда в том, чего вы хотите. Если вы хотите принимать, то вы всегда принимайте. Не должно быть предела. Я своего наставника спросил, как мне сохранять равновесие. Всегда. Он говорит, ну, скорее всего, у тебя не получится. Но если ты хочешь формулу, я тебе скажу. Формула такая. Ничему не удивляйся. Вот что бы ни происходило, считай, что все нормально. В Багдаде все спокойно. А если не можешь, не можешь ничему не удивляться, не можешь принять. Ну, поругайся тогда. Поругайся, потом извинись. Ничего страшного. Поругалась, шла извернулись, поругалась. Потом извинилась. Все нормально. Но философию из этого делать не надо. Потому что, смотрите, как бы человек хороший, рассудительный, вам достался. Да дай Бог другим такого мужа иметь, как у вас. Да. Вот теперь, если вы хотите глубже понять, да, я пошутил с вами все, а теперь правильный ответ, который вы не сможете сейчас понять. понимаете, у каждого человека есть запас прочности. И у каждого человека есть свой стереотипный способ поведения, когда прочность закончилась. Что произошло? То есть, человек вчера сильно устал, не выспался. То есть, плохо себя чувствовал. И когда у него, вот у вашего мужа такие вещи происходят, он начинает жестить. Ну, то есть, вести себя жестко очень. Властно, жестко. Это просто вот, ну, как ребенок капризничает, допустим, когда у всех капризничают по-разному, дети. Некоторые орут, некоторые вскрипывают, понимаете. У всех по-разному. У сильных детей, когда ребенок сильный, он сильнее орет. Слабее ребенок, слабее орет. У вас сильный муж, поэтому сильно орет. Ну, то есть, он просто устал, понимаете. Он устал и капризничает. И он, когда капризничает, он… Почему он капризничает и как? Вот, когда он устал, ему нужно, чтобы все было, как он хочет и быстро сделано. Чтобы все было правильно, потому что чуть-чуть не так, как он хочет. Сразу его это очень сильно напрягает. И он приходит из границы, он начинает злиться. Поэтому, когда он сильно устает, ему надо, чтобы вот все вот делали шаг туда, в сторону, право, налево. Все как бы четко, все. Все, 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 все. Ну, ясно, что никто не сможет так все четко делать, как он хочет. Он же не спецназ же, семья. Поэтому это его злит, как бы, но он от усталости так все ведет. Вот, когда все четко делают, когда он устал сильно, ему легче, спокойнее. Вот в этом причина не так едем. Все, больше нет никаких причин. Но вы этого не можете понять, потому что вы не чувствуете его усталость, не чувствуете его психику, как она устроена. А я чувствую. Вы стараетесь? Я стараюсь его понять. Вы стараетесь, все нормально. Я вам сейчас раскрыл тайну. Вы говорите, вот вы Богу задали вопрос. Почему так? Я вам разжевал вот до деталей почему-то. И вы согласны с этим? Так оно и есть. Только когда вы устаете, что вы делаете? Вы входите в состояние, ничего не получится, называется. Вот сейчас вы находитесь в таком состоянии, ничего не получится. Вот усталость это. Я же вижу, поэтому я знаю, что все получится. Ну, вы устали просто. Глазки закрываю, бою, бою. Можно очень по-доброму сказать. Вы устали. Вы устали. Причина всех наших проблем не хватка сил. Силы берутся от природы, от добрых людей. Вы участвовали от добрых людей силы берут. Вам легче стало. Так? И от Бога еще силы берутся. Учитесь этому. И знаете, все люди страдают на этой земле. На всех наваливается судьба. Сегодня на вас навалилась судьба определенный момент. И она вас сковала в вашу психику. Запомните, ну, ваша тяжелая судьба в основном действует через вашу личную жизнь. У всех по-разному. Вот у меня тоже в основном через личную жизнь. У меня очень большой успех всегда в деятельности. Ему очень везет сильно. Но в личной жизни Бог меня всегда испытывает. И это хорошо, потому что я получаю огромный опыт, который мне дает возможность читать лекции. Вам тоже это хорошо, но вы пока не знаете для чего. Изучайте свою жизнь. Изучайте.